Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ТВ Пробуждение. Мы вещаем из студии Центра Древа Жизни. Сегодня у нас очень интересная тема. Вы знаете, что наш Центр занимается саморазвитием, мы занимаемся пробуждением людей. И сегодня мы хотели бы затронуть такой аспект нашей жизни, безусловно, очень важный, как наше тело, наш, в общем-то, инструмент очень важный, который необходим для жизни в нашем трехмерном мире. И вы знаете, издавна существует такое крылатое выражение «в здоровом теле здоровый дух». И как нельзя лучше, эту концепцию позволяет максимально полно раскрыть такое уникальное направление, как прикладная биомеханика. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы поговорить об этом направлении. Нужно сказать, что это именно направление, это школа. Она называется «Школа прикладной биомеханики». И к большому нашему счастью и радости – это русская школа. То есть она имеет наши местные корни. И в этой связи я хотел бы поприветствовать в нашей студии Алексея Кириллова. Он преподаватель этой школы. Здравствуй, Алексей. Добрый день, Святослав. Рад быть здесь. Алексей, ну первое, что хотелось бы, наверное, попросить немножечко рассказать о себе. Как ты оказался в этой точке времени и пространства? Что тебя привлекло? Почему ты стал преподавателем? Что привело к этому, в общем-то, к этой точке развития? Как и большинство, начинается она с личных каких-то сложностей. 20 кусочков лет назад первая такая глобальная моя сложность по здоровью была с глазами. Я был программистом, подающим надежды, заканчивающим московский физтех. И тут в какой-то момент я понимаю, что работать более 10 минут за компьютером я не могу, потому что глаза отказываются. Они стали краснеть, из них текут слезы. И полная беда. И в этот момент первое такое столкновение плотное с медициной, традиционной, классической. Прошел обследование, три дня меня обследовали, сказали, что такой эффект есть. На текущий момент стало понятно, что неизвестно на самом деле, от чего он. Раньше считали, что это врожденная суженность сосудов кровеносных, где-то тут в глазу. И предложили каждые полгода делать лазерную стимуляцию. Лаз занимает несколько дней. Меня такой вариант не устроил. Я как программист не согласен с тем, чтобы исправлять то, что неизвестно, от чего идет на тот момент. И решил поисследовать самостоятельно. Ушел с программирования, сменил ракурс жизни, стал заниматься совершенно другой областью, перешел в фотографию на тот момент. Параллельно стал исследовать, а что же с этим можно сделать. И эта история длинная. Я долго занимался с собой. Через год приблизительно стал уже... В момент, когда я ушел из программирования, я уже не мог книги читать. Минут пять читал, и все. И вот лампы все-таки минесентные. Я видел, как они моргают. И мне это очень больно отзывалось где-то там глубоко в мозгу. Поэтому в некоторые места я вообще заходить не мог, потому что мне было тяжело. Но через год эти спецэффекты остро ушли. Ну и жизнь как-то так более-менее наладилась. Я там смог уже книжки читать. За компьютером тоже долго не мог сидеть. Еще были эти мониторы ЦРТ. И через год более-менее спецэффекты ушли. Но полноценно пройти все предпосылки, все спецэффекты, на самом деле только через 14 лет после самого вот этого начального эффекта получилось, когда уже как раз стал заниматься и с другими людьми. Началось у меня с массажей на таких мягких восточных. Тайский массаж, индийский масляный массаж. Потом изучал что-то типа тибетская остеопатия. И во всем, когда какие-то такие техники телесной работы изучаешь, начинаешь их практиковать, в какой-то момент понимаешь, что работает нечто другое. Вроде бы вот техника, вот ты ее делаешь. Но случаются моменты, когда понимаешь, что у человека какой-то его запрос решился, но ты не знаешь как. То есть оно напрямую не сказывается. И вот этот момент очень интересный. У меня остался программистский такой задор, исследовательский и научный немного. Мне все время было интересно очистить то, что делаешь. Понятно, что за ним что-то стоит более глубокое. Всегда было интересно копаться, а что именно за этим стоит, что можно не делать с таким же результатом, как когда делаешь. Что остается в базе. И в какой-то момент встретил Сергея Беленко, который автор системы прикладной биомеханики. Он точно таким же путем шел, но прошел гораздо дальше меня. И меня это прям очень заинтересовало, потому что я увидел вот те же, как бы тот же путь, пройденный гораздо дальше, очищенный намного больше всего. Плюс этого еще очищения, что остается то, что вложено на самом деле в каждого человека. И поэтому это осваивается легко. Это фактически как воспоминание больше. И вот у Сергея поучился. Сразу же стало интересно передавать эти навыки, которые в работе получаешь другим людям по нескольким причинам. Потому что, во-первых, это система, которая используется и для себя, и для других. То есть она... В некоторых системах человек не может работать с собой теми же методами. Здесь такого нет. Здесь как бы можно работать с собой. И это большой плюс для многих профессионалов в интересной работе, когда они спотыкаются от того, что не могут себя-то поправить в чем-то. Плюс это техника, которая система, она осваивается любым человеком заинтересованным. Алексей, хорошо. Вот совершенно потрясающая история жизни, которую ты поведал. И, насколько я понимаю, не менее замечательное выздоровление от вот этого недуга, который тебя поразил в тот момент. Сколько, скажи, пожалуйста, сколько ты времени уже в рамках этой школы действуешь? В рамках именно школы я два года. И до этого еще было... Ну, то есть в сумме я сейчас занимаюсь 8 лет телесными практиками. То есть еще 6 лет я занимался другими методами. Это были массажи, вот что-то типа тибетская остеопатия, касание ангела, такая технология. Дорн-терапия и плюс, в общем, психологическое образование и, соответственно, много разных техник психологических, которые... Там символ драмы Лёнингера и там разные коучинг, нейрокоучинг. При том, что вроде бы это про психологию, но на самом деле, когда работаешь с человеком, понимаешь, что вообще сложно провести границу. Поэтому у меня все время такое волнообразное перетекание. Я то тут больше внимания в психологию, то больше в тело. Но чем дальше, тем оно вообще сложнее одно от другого отделить. Поэтому именно опыт телесной работы 8 лет с людьми. В рамках прикладной биомеханики два года. Я так понимаю, что достаточно солидная база уже существует, скажем, существовала у тебя перед тем, как ты попал, собственно, в это. То есть это некая, уже можно сказать, квинсистенция, некая обобщающая что-то. Да, ну достаточно большой опыт. И все техники, в принципе, были мягкие достаточно, но все равно они несравнимы. Ну, то есть в сравнении с прикладной биомеханикой они достаточно жесткие, более жесткие. Но тем не менее, большой опыт именно чувствования тела, понимания, как там разные процессы происходят, и психологическая работа. Ну, и опять-таки, насколько я понимаю, что все-таки ЧАК это комплексная система, и как раз однобокий подход, он просто не работает. Он работает, но как бы... Однобоко. Ограниченно. Есть некоторые границы. Хорошо. И все это подводит нас к главному вопросу, пожалуй. Что же такое прикладная биомеханика в том виде, как вы ее сейчас понимаете? Ну, во-первых, это система. То есть это не метод, это система. В ней некоторые базовые, вот очищенные такие принципы, которые позволяют каждому человеку работать вообще в своем стиле, но при этом очень эффективно. То есть это система, которая выводит на уровень сознания те процессы, которые в нас и так происходят при взаимодействии. То есть она... И основана она на нескольких таких базовых моментах. Первый — это работа внимания. То, как внимание работает вот в рамках телесной системы, психологической системы. Ну, такой ключевой вообще аспект, который, если задуматься, внимание у нас в базе любых вообще абсолютно механизмов, там, функционирования нашего. Все начинается с того, что мы направляем внимание туда. Но на теле наиболее просто наблюдать, как это вот в реальном моменте, как просто вниманием можно изменять систему. Прямо под руками от того, что мы направляем внимание, меняются состояния тканей, могут кости двигаться и так далее. Второй момент — это про такую эндогенность. Эндогенность — это то, что система сама себя меняет. То есть при том, что мы направляем внимание и что-то под руками меняется, это не... Вот в данном случае мы действуем не так, что мы перемещаем что-то куда-то или меняем состояние. Мы с помощью внимания предлагаем системе сделать те изменения, которые в ней сами готовы совершиться уже. И в этом одно из ключевых таких отличий прикладной биомеханики. Здесь мы полностью полагаемся вот на ту самую мудрость тела и на того внутреннего целителя, про которого часто в разных местах упоминается. Мы создаем пространство для того, чтобы эти процессы стали возможны. И добавляем ресурсы, которые не хватает. Обычно это ресурсы. Возникает, опять-таки, вполне закономерный вопрос, который, я полагаю, у всех наших зрителей сейчас возник. А чем она отличается, скажем, есть ли у нее какие-то конкурентные системы? Или она настолько уникальна, что даже близко никого нет? То есть вот в чем сходство, отличие от каких-то похожих систем? Ну, естественно, сходство есть со многими системами, потому что все равно в глубине работает одно и то же. Как бы мы не придумывали чего-то. Собственно говоря, в прикладной биомеханике стараемся как раз очистить танцы с губнами, убрать, оставить то, что работает. Поэтому ключевое внимание, то, что тоже в других мягких системах, во всех, естественно, тоже ключевой аспект работы внимания. Такое отличие, которое часто, про которое люди говорят, которые обучаются в прикладной биомеханике, что здесь мы полностью полагаемся на вот систему человека, который пришел либо в работе с собой на свою систему. То есть мы не навязываем, здесь нет протоколов. Все, что нужно для исцеления, все приходит из самого тела. То есть оно знает, на самом деле, чего ему не хватает. И вот прикладная биомеханика работает с раскрытием ресурсов. То есть это вот еще один компонент, важная система прикладной биомеханики. Мы внимание концентрируем на ресурсах, которые система хочет раскрыть для того, чтобы перевести себя в другое состояние. Мы работаем не с проблемами. Ну, то есть проблемные места, они далеко не всегда первопричинные и так далее. То есть мы всегда работаем с раскрытием ресурсов, которые позволяют самой системе перейти в другое состояние, в котором уже вот первичный запрос разрешен. То есть какая-то проблема уже не актуальна для этой системы, с которой человек пришел. И это же отличие, оно позволяет работать практически вообще с любыми ситуациями. Естественно, есть ограничения, мы не каждому человеку можем помочь, но это все в моменте выясняется на уровне того же диалога. Есть ли у меня ресурс на то, чтобы помочь по конкретному запросу этому человеку? И если да, он есть, это приходит ответ тоже взаимодействия наших систем, то работа возможна. Естественно, есть тоже ограничения с опытом связаны, некоторые заболевания не стоит вообще брать, пока нет глубокого понимания, возможности глубоко чувствовать. Кто же может освоить эту систему? То есть какие предварительные требования предъявляются тем, кто приходит обучаться ее? То есть человек с улицы или нужна все-таки какая-то, потому что послушав тебя, я понимаю, что у тебя очень серьезная подготовка, которая, ну, такой багаж, который за полгода не сделаешь, это все-таки несколько лет упорной работы, труда и так далее. То есть как вот на этот вопрос можно ответить? Можно ответить в контексте предыдущего. Это еще одно такое отличие. Из-за того, что здесь очищено, и мы просто фактически на начальном этапе помогаем людям вспоминать те механизмы, которые в них, и выводить их на осознанный уровень, вот реально любой человек, который заинтересовался достаточно быстро, это буквально считанные дни, может уже начать работать по системе прикладной биомеханики и получать результаты. И это уже слова, подтвержденные большим опытом. Во-первых, у Сергея через живые тренинги прошло около двух с половиной тысяч человек. У меня вот базовый курс прикладной биомеханики, шесть сейчас курсов провел, тоже порядка там 50 человек, плюс я еще курировал около 150 человек в онлайне обучения. У всех приходят с очень разным опытом. Есть и остеопаты, например, с 20-летним опытом, и там практики других каких-то систем, и учительницы русского языка, и там инженеры железных дорог. Если есть заинтересованность, то у каждого получается работать, получать результаты, то есть решать запросы как свои, так и других людей. Естественно, что есть некоторый путь обучения, то есть мы развиваем свои возможности постепенно, но все синхронично, и поэтому даже за те два дня, которые идет базовый курс, у людей уже появляется возможность решать массу различных сложностей, с которыми к ним могут обратиться родственники, дети, другие люди. Все за счет того, что мы используем то богатство, которое есть внутри нас, к которому мы часто не обращаемся просто напрямую. я понимаю так, что все равно человек, пришедший на обучение, условно назовем, с улицы, у которого нет за плечами какого-то серьезного опыта, допустим, работы массажистом или остеопатом, или чем угодно, все равно требуется какая-то минимальная чувствительность для того, чтобы банально чувствовать человека, с которым он работает. Вы эту чувствительность как-то включаете, разгоняете, или это само собой происходит? Как этот процесс протекает? Очень интересно протекает. Для старта работы достаточно той чувствительности, которая есть у каждого из нас. Мы каждый чувствуем, что вот здесь ноги, а не там стол, что здесь тепло, а не холодно, что здесь мокровато, а не сухо, или наоборот. И вот этой чувствительности достаточно для начала работы. Чувствительность помогает просто диагностировать и направлять внимание. Но работает само внимание, которое тоже у каждого есть, потому что без него вообще ничего бы не было у нас. Поэтому, естественно, люди приходят с очень разной чувствительностью. Кто-то сходу может там органы ощущать, как они находятся, диагностировать. Но это не принципиальный вопрос для решения запросов. И чувствительность очень быстро развивается, даже если не делать каких-то специальных упражнений, просто от практики самого работы с людьми. По крайней мере, методом прикладной биомеханики. Это, наблюдая на огромном количестве людей, происходит прямо скачкообразное развитие чувствительности. Если в самом начале человек иногда затрудняется сказать тепло, то тут и холодно, то уже там, например, пройдя один-два курса, уже чувствует, как там кости находятся, в каком тонусе внутренние органы, в каком положении. Часто спрашивают, а что можете еще посоветовать для развития чувствительности? Просто практиковать. Это удивительно, но это действительно, по моим наблюдениям, самый быстрый способ. И чем с большим количеством людей происходит контакт, мы как будто подключаем, копируем возможности разных людей в работе. И тем шире раскрывается чувствительность, появляется возможность ощущать вообще какие-то еще более тонкие вещи. И это работает не только в практике помощи другому человеку по запросу, но и в принципе в жизни. Очень много аспектов есть, где применима прикладная биомеханика помимо прямого работы по запросу. Хотелось бы все-таки немножко, может быть, чуть больше узнать об авторе системы, если можно рассказать. Я искренне надеюсь, что Сергей найдет время, и мы сумеем с ним тоже снять программы, поговорить напрямую. Ну вот пока он, я понимаю, где-то преподает сейчас, да? Да, у него там серия курсов, он с удовольствием присоединится, когда вернется. Ну если можно, то есть все-таки, чтобы люди понимали, что тоже не какой-то марсианин, прилетевший непонятно откуда, или там монах Шаолиня, если вот в двух словах рассказать, что, как она родилась, эта система, из чего она родилась? Тоже, в общем-то, Сергей обучался многим разным системам. У него там огромный список, почем он сертифицированный специалист, ну вот в том числе, например, банное дело. И так же вот шел, выкристаллизовывая, что именно работает. Постепенно стала обрамляться прикладная биомеханика, она, система живая, то есть она сейчас еще продолжает какие-то аспекты, постоянно что-то меняется, что-то добавляется. В какой-то момент люди, которые у него проходили сеансы, попросили его поделиться опытом. Так началось обучение, это было 5 лет назад, кажется. Ну вот с тех пор 2500 человек прошло через курсы. Сами курсы, они тоже позволяют еще больше привнести каких-то аспектов в систему. У людей потрясающие результаты, часто Сергей говорит, что даже лучше, чем у него. Я тоже уже много видел людей, которые приходят, кто-то с нулевым опытом, кто-то приходит с большим опытом, и все равно для него очень, ну вот общий отзыв, что после знакомства с прикладной биомеханикой радикально меняется вообще широта, спектр того, с чем можно работать, появляется гораздо больше уверенности, где-то фантастические результаты, где-то... и в целом намного более стабильные, чем до этого. Ну, я правильно услышал, что система, можно сказать, что она открытая, она с готовностью выбирает себя лучшее из того, что... Более того, здесь нет какого-то... То есть человек, который обучился прикладной биомеханики, он обучается вот этим базовым вещам, дальше расширяет внимание, работая с разными системами, органами, телом, психикой, психосоматикой, родовыми какими-то там связями, вот, но ничто как бы не ограничивает его в конкретных методах, которыми он работает. Может даже продолжать работать, например, классическим массажем, но использовать систему прикладной биомеханики, это радикально, там, эффективность увеличивает, результативность массажа, может работать там остеопатии. То есть сама система, она позволяет привнести даже в то, что уже есть те методы, просто большую стабильность, большую эффективность и свободу действия. Ну, я насколько понимаю, что, как бы там ни было, чем, как и в любой системе знаний, навыков и так далее, все-таки, чем более серьезный запас знаний и навыков у человека есть, тем ему проще и эффективнее будет работать вот в этой новой сфере, скажем так. Иногда бывает, что сложнее на первых этапах, потому что, ну, что-то может отличаться существенно и приходится… Давлеет старые. Давлеет что-то старые, да, поэтому одна из рекомендаций в начале обучения, вот тот весь ценный накопленный багаж, который есть, его так красиво упаковать, проченько… Пробудьте, о чем у вас учили. Нет, не забудьте. Его на какое-то время отставить, попробовать взять то, что есть как будто бы с чистого листа, а потом интегрировать уже с тем, что было. То, что было, оно обязательно как бы ценно, важно, нужно, но иногда просто из этого все время как бы сравнение, оно может мешать освоить и увидеть по-другому немножко процессы, которые происходят. Но, естественно, весь этот багаж, он ценен, важен всегда. И, да, ну, тут у тех, у кого нет опыта работы с телесной, там, с телом, у них одни плюсы. У тех, у кого большой опыт, у них другие плюсы. Например, те, кто не практиковал работу с телом, им по дороге не то, что приходится, но они изучают анатомию, например. Да, причем здесь это можно делать очень органично, поскольку мы полагаемся на внимание, диалог с телом. Часто сначала работаешь с чем-то, куда пошло внимание, а потом ездишь в Атлас и смотришь, что же это было такое-то? Вот, в следующий раз уже более, как бы, там можешь какие-то детальки в этом рассмотреть. Но так, получается, не надо себя насиловать объемом знаний, который непонятно, когда он применяется, а вот когда постфактум берешь уже информационную составляющую, очень гармонично все так нарастает и укладывается хорошо. Ну, прекрасно, прекрасно. Звучит, скажем так, интригующе, да. И абсолютно естественный вопрос, вытекающий из всех предыдущих. Я думаю, наши зрители уже в нетерпении стучат по столу руками. А какие же проблемы способны решить это замечательное направление, эта система? То есть, что она способна в нас изменить к лучшему? Я понимаю, вопрос очень обширный. Да, вот ответ тоже очень... Вполне практическая, как бы, да, направленность. Ответ тоже, я задумался, потому что ответ прям очень обширный. В общем-то, практически, ну, очень широкий спектр запросов решается. Естественно, есть те, с которыми чаще всего приходят люди. В основном, опять же, там, чем дольше работаешь, тем более какие-то условно сложные ситуации приходят. Основное, с чего обычно люди начинают, это нарушение осанки, боли в спине, в шее, в голове, проблемы желудочно-кишечного тракта, какие-то храп, например, тоже можно, какие-то сложности со зрением. Ну, дальше какие-то могут быть более такие неочевидные штуки. Вот у нас есть прекрасный специалист Наталья Планкина, на которые логопед, и она применяет прикладную биомеханику в логопедии, существенно, быстрее достигает более стабильных результатов. Ну, да, мы с Натальей еще проведем отдельную встречу, да. Она, с ума, будет у нее возможность, я думаю, рассказать, да, свое видение этого вопроса. Всякие депрессии, стрессы, то есть психологические запросы тоже берем, с ними по-разному работаем, в основном через тело, оно есть и бывает через сознание. Ну, хорошо, допустим, вот ты упомянул такие, скажем, бич там нашего времени, да, там депрессивное состояние, но ведь, опять-таки, я понимаю, что, поскольку у тебя, опять-таки, в багаже есть некий задел психологический, да, безусловно, ты можешь с этим работать. Ведь сможет ли так же эффективно с этой проблемой справляться человек, вот, как мы говорим, пришедший с улицы, учитель русского языка, хотя нет, учитель русского языка проходит психологически. Ну, вот, не знаю, скажем, барышня, которая еще вчера продавала прекрасные букеты цветов, да, людям, и знать не знала ничего ни о психологии, ни о, ну, на глубинном уровне, по крайней мере, да, вот, насколько она будет эффективна в такой работе? Ну, тут два аспекта есть. Первое, мы выясняем в момент, то есть это то базовое, чего мы мучаем, в самом начале, когда человек пришел, мы выясняем вот для себя, можем ли мы этот запрос решить. И тут учитывается изнутри вот масса факторов. И поэтому, если человек пришел, а у меня сейчас вот мои ресурсы не позволяют это решить, ну, как-то эта ситуация обрабатывается, я не лезу в эту работу, да, я отправляю к другому специалисту. Вот. Второй момент, что в любом депрессивном состоянии, помимо каких-то ментальных закладок, всегда присутствует и физиологический аспект, нехватка каких-то ресурсов, на фоне которых вот те триггеры, которые сработали, приходят к истощению в теле. Поэтому даже работа чисто через тело в очень многих случаях позволяет либо вообще решить, либо как минимум перевести эту проблему совершенно в другую, когда она уже не является столь болезненной. Ну, хорошо. Депрессивно это как бы так просто, мне вот интерес возник, да. Хорошо. Как для человека, человеку, столкнувшись с какими-то, скажем, проблемками или проблемами, связанными со здоровьем, принять для себя решение или понять для себя, что мне нужно вот к специалисту в области биомеханики, а не, скажем, в областную поликлинику или там городскую поликлинику. Вот где какой-то, может быть, подсказка для наших зрителей, в каких случаях им действительно стоит прямой наводкой идти к вам, а не идти портить там здоровье таблетками и прочими лекарствами, да. Как вы для себя определяете эту грань? Ну, естественно, в первую очередь это отклик самого человека, как бы, что ему по его внутреннему ощущению больше поможет. Есть области, куда, естественно, как бы надо идти в клинику, если там ногу сломал, да, там порвал, то есть такая неотложная помощь должна быть оказана. Хотя потом можем помочь существенно быстрее, чтобы все заросло там. Да, в реабилитации можем помочь, чтобы все гораздо быстрее и более гармонично для тела срослось, восстановилось и так далее. Ну, скажем, если мы рассмотрим такие достаточно серьезные истории, там, онкология, не онкология, вот как вот с этим? Ну, потому что запросов, да, допустим, вот мы занимаемся регистрологией, да, и у нас это один из топовых запросов, люди приходят вот с такими вопросами, да? Как, допустим, вот ваша система на это смотрит? Тут, естественно, зависит от опыта конкретного человека уже. Мы не рекомендуем первые, там, ну, какое-то время брать, например, онкологию. Поскольку там можно как бы не дойти до самой глубины и ускорить процессы, как бы метаболизм ускорить и пойдет несколько не туда, куда надо. Но, с другой стороны, есть возможности с этим работать и практик показывает, ну, в какой-то момент пространство просто заставляет, можно сказать, брать и какие-то такие вот сложные запросы. У меня есть опыт работы с онкологией. Успешный? Успешный, да. Не могу сказать, что я прям вот могу себя рекламировать, но иногда приходит ситуация, когда я берусь и, ну, в общем, есть результаты. Да, действительно, Алексей, это, не искрою, впечатляет то, что вы рассказали. И, к сожалению, время нашей программы уже подходит к концу, но, тем не менее, не могу не задать вопросы. Будет ли возможность в следующих наших программах какую-то демонстрацию провести, ну, для того, чтобы вот воочию видеть, как это происходит? И, я думаю, вопрос, который интересует большинство наших зрителей, а могут ли они, вот сидя перед своими голубыми или не очень экранами, может быть, что-то даже самостоятельно попробовать, какие-то простейшие вещи? Да и да. Вот так вот. Да, конечно, можно, пригласим человека, который еще не сталкивался с прикладной биомеханикой, попробуем показать, поисследовать, как тело реагирует на внимание. Надеюсь, что у нас тут и есть профессионалы среди зрителей, которые, может быть, там в комментариях потом смогут дописать свое видение того, что происходит и как происходит. В прямом эфире это всегда очень интересно, но у нас в записи, поэтому постфактум. И да, конечно, можно, сделаем практику, которую можно самостоятельно сделать на себе и, может быть, если кто-то поводился под руки рядом, проходящий, попробовать на другом человеке. Поскольку, как я уже говорил, механизмы задействованы, те, которые в каждом есть, практикуются очень легко и часто прям сходу уже есть какие-то результаты. В таком случае ловлю вас на слове. В следующих программах обязательно вы покажете нам что-то интересное. Я не против словиться. Отлично. Ну что ж, друзья, на этом мы завершаем нашу программу и до новых встреч. Спасибо. И вам спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok